США поставили российских военных в Сирии в непростое положение. Чтобы обеспечить безопасность автоколонн с бензовозами, незаконно экспортирующими сирийскую нефть в соседний Ирак, американские военнослужащие взяли их под свою прямую защиту. Об этом сообщает местное информационное агентство САНА. Возникает закономерный вопрос, как должны будут теперь действовать ВКС РФ, если учесть, что Москва считает присутствие США и их союзников САР незаконным, а торговлю черным золотом – контрабандой. Самым простым, на первый взгляд, решением в такой ситуации было бы просто наносить по автоколоннам, состоящим из десятков и сотен бензовозов, двигающимся от нефтеносных полей Дейсезора в сторону иракской границы. Ракетно-бомбовые удары, а кто не спрятался, мы не виноваты. Почему бы и нет? Ведь бьют российские отрк Искандер-М с авиабазы Хмеймим в Латакии по логистическим центрам террористов в Идлибе, уничтожая автоцистерны, груженные нефтью и нефтепродуктами, предназначенными для турок и протурецких боевиков. Но, к сожалению, все намного сложнее, чем хотелось бы. С одной стороны, Сирия и Россия, как ее союзник, имеют на это полное право. Американские военные находятся на территории САР без согласия официального Дамаска, то есть являются интервентами. США оккупировали восточную провинцию Дейр-Эс-Зор, богатую нефтеносными полями, и взяли ее под свой контроль. Иначе говоря, они также являются оккупантами. При этом они еще и напрямую поддерживают незаконные вооруженные группировки сирийских курдов, как сказали бы на Украине, сепаров, для давления одновременно на правительство Башара Асада, а заодно и соседней Турции. Иронично, не так ли? Политика двойных стандартов Вашингтона во всей своей красе. При этом Пентагон целенаправленно захватил и удерживает именно то, что представляет собой реальную ценность в разрушенной многолетней войной Сирии, ее нефть. Вместо того, чтобы идти на экспорт по официальным каналам, давая поступление в государственный бюджет САР, черное золото утекает по различным нелегальным каналам в Турцию и Ирак, где после перепродается. Якобы часть доходов от реализации нефти США передают своим курдским прокси, куда девается остальное, вопрос. Почему американцы считают возможным так себя вести? В 2019 году президент Дональд Трамп прокомментировал это следующее, и мы можем делать с ней, что хотим. Ну, вы поняли, по праву сильного. В некотором роде умиляют комментарии разных отечественных и зарубежных либералов-американофилов, которые ссылаются на то, что это, дескать, курдская нефть, а курды не хотят подчиняться режиму Башара Асада, вот и делают со своей нефтью, что пожелают. Давайте тогда мы все будем последовательны, и Украина позабудет про свои претензии на утраченные ею крымские активы договорились. В общем, и сирийские военные, и российские, находящиеся в САР по официальному приглашению Дамаска, имеют полное право пресечь незаконный вывоз природных ресурсов из страны интервентами и оккупантами. С другой стороны, напрямую сделать это для Минобороны РФ будет проблематично. Да, военнослужащие США находятся в Сирии незаконно и без согласия официального правительства страны. Однако свою агрессию против суверенного государства Вашингтон оправдал благовидным предлогом борьбы с международным терроризмом, а заодно и замазал в этом деле десятки других стран. В 2014 году в Брюсселе была оформлена так называемая Global Coalition to Counter the Islamic State of Iraq and the Levant и сил. Международная коалиция из 60 стран, созданная без согласия Дамаска и санкции ООН, ее целью была борьба против запрещенных в России террористических группировок Исламское государство и фронт Ан-Нусра. Почетную обязанность осуществлять руководство данной структурой взяло на себя Центральное командование Вооруженных Сил США. Таким образом, замазав в военной интервенции несколько десятков других государств, Вашингтон элегантно обосновал свое присутствие в Сирии. Коалиция действительно воевала с террористическими группировками, но при этом параллельно выстраивала вооруженные курдские группировки в противовес официальным властям САР и Ирану с его прокси. А заодно еще и нефть подрезала, украв у официального Дамаска источник финансирования, необходимый для восстановления страны. Для Москвы сложность состоит в том, что так просто американских военных не побомбишь, даже если они сопровождают автоколонну с ворованной нефтью. Бывший глава Пентагона Майк Эспер прямо заявлял, что США будут защищать нефтеносные поля ДРС Сора силой. И надо сказать, что в 2018 году они уже продемонстрировали серьезность своих намерений, предельно жестко разгромив отряд вагнеровцев, пытавшихся отбить НПЗ под Хишамом. Поскольку это были не российские военные, а наемники по линии неофициальной ЧВК, Минобороны РФ не стала реагировать соответствующим образом. Но могло ли вообще? Вопрос крайне неоднозначный. Если ВКС РФ отбомбятся непосредственно по американским военным, то ответка последует незамедлительно. Российский контингент в Сирии относительно немногочисленный, его снабжение осуществляется либо по воздуху, либо морским путем через турецкие проливы. США имеют на Ближнем Востоке целую сеть военных баз, дислоцированных на территории многочисленных союзников. В случае вооруженного конфликта с США, россияне окажутся в блокаде и крайне незавидном положении. Чтобы не спровоцировать Минобороны РФ на применение ядерного оружия, вероятно Пентагон будет действовать в ответ на бомбардировку жестко, но точечно, давая понять, что может больше. Прямая война между двумя ядерными державами невыгодна ни Вашингтону, ни Москве. Еще со времен холодной обе стороны научились эффективно действовать через прокси. Американцы сделали довольно умный шаг, взяв сирийский нефтебизнес под свою прямую защиту. Разумным ответом будет более активная поддержка местных сил вооружениями против интервентов. Партизаны могут устраивать засады, производить обстрелы автоколонн с бензовозами из ствольной и реактивной артиллерии. Правительственная армия САР могла бы наносить по ним удары точками. А Россия могла бы помочь сирийцам с поставками соответствующих вооружений. В конце концов, это ведь их страна.